Всем привет! С вами Дмитрий Побединский. Я рад приветствовать вас на канале QWERTY. В современном мире мы повсюду окружены двигателями различных конструкций и мастей. Есть тепловые, на которых работают автомобили, корабли, бензопилы. Есть электрические, которые устанавливаются в холодильники, пылесосы, электропилочки для ногтей. Есть реактивные для самолетов и ракет. И много-много других. И согласитесь, если бы всего этого не было бы, мы просто вернулись бы в средневековье. И, конечно же, это разнообразие форм и размеров просто поражает. Двигатели могут быть как очень маленькими, размером с тысячные доли миллиметра, так и очень огромными. Например, самый тяжелый двигатель в мире весит 2300 тонн. Это двигатель внутреннего сгорания и объем его цилиндров более 25 тысяч литров, а мощность более 100 тысяч лошадиных сил. Эти двигатели изготавливает одна финская компания для танкеров и других огромных кораблей. Также поражает, сколько топлива могут использовать двигатели. Некоторым достаточно тепла вашей руки. Ну, а есть и настоящие прожоры. Например, самый мощный жидкостный ракетный двигатель RD-170 за одну секунду своей работы потребляет две с половиной тонны горючего и окислителя. Вы только представьте, имея столько же бензина, можно было бы на обычной легковушке проехать 40 тысяч километров. То есть обогнуть земной шар. Но интересно вот что. Несмотря на все многообразие форм, размеров и конструкций, принципы-то везде используются одинаковые. И сейчас, на примере довольно необычных двигателей, давайте посмотрим, какие принципы и физические законы используются в современной технике. Пожалуй, первое, что начали использовать в двигателях, после рабов и лошадей, это тепло. Как раз таки в пароходах, автомобилях теплота от сгорания топлива преобразуется в движение. А иногда даже и сжигать ничего не нужно. Достаточно тепла вашей руки. Как, например, вот в этом низкотемпературном двигателе стирлинга. Конечно же, он работает от руки, но если поставить его на чашку с горячим чаем, он будет крутиться намного быстрее. Принцип тут достаточно простой. Благодаря конструкционным особенностям воздух внутри оказывается то снизу, то сверху. Контактируя с нижней поверхностью, он нагревается, расширяется и выталкивает белый поршень вверх. Оказываясь наверху, он как раз таки наоборот. Охлаждается, сжимается и втягивает этот поршень обратно. Эти поступательные движения поршня преобразуются во вращательное движение колеса. Вот и все. Что примечательно, в двигателе стирлинга источник нагрева воздуха находится снаружи. И это может быть что угодно. Кипяток, солнечные лучи, спящий кот или сгорающие конспекты после сессии. Самое главное, разница температур верхней и нижней поверхности. Чем она больше, тем лучше. И двигатель стирлинга, несмотря на все свои недостатки, много где используется. Например, это отличный двигатель для подводных лодок. Туристы используют этот двигатель в качестве генератора. Ну а NASA даже планирует запустить космический аппарат с двигателем стирлинга на борту. Так что запатентованный еще в 1816 году этот старичок даст о себе знать. Ну и если упростить, то такой принцип используется во всех тепловых двигателях. Нужно нагреть газ, чтобы он расширился и вытолкнул поршень. Поехали дальше. С 19 века весь мир заполнен электродвигателями. А да, они повсюду. Электрички, колесо обозрения, зубная щетка, да даже вибрация в телефоне. Все это электродвигатели. Конечно, конструкция у них отличается, но вот принцип один и тот же. Простейший электродвигатель можно собрать вообще за 5 секунд. Нам достаточно магнита, батарейки и кусочек проволоки. 1, 2, 3, 4, 5, поехали. Это униполярный электродвигатель. Здесь отчетливо видно замкнутую цепь. Ток проходит по проволоке, магниту и батарейке. И вся фишка в магнитном поле. Оно выглядит так. А когда проводник с электрическим током оказывается в магнитном поле, на него начинает действовать сила ампера. Она направлена всегда перпендикулярно проводнику, стремится сдвинуть его вбок. И поэтому рамка начинает вращаться. Можно поступить по-другому. Подвесить на батарейку магнит, так чтобы он мог свободно вращаться и пустить по нему электрический ток. Тогда сила ампера будет действовать на перешеек на магните, по которому протекает ток, и заставлять вращаться сам магнит. Похожим образом можно даже заставить жидкость вращаться. Самое главное, чтобы она пропускала электрический ток и находилась в магнитном поле. В таком случае на нее действует сила ампера, которая заставляет ее сдвигаться вбок. В любом случае, используете вы постоянный ток или переменный, идет он по магниту или нет. Вне зависимости от конфигурации, если упростить, принцип действия всех электродвигателей одинаков. Это сила ампера. Но вот настоящие суперскорости стали возможны благодаря реактивным двигателям, изобретению 20 века. Хотя в них используется принцип, который понимали уже древние греки. Реактивный двигатель выбрасывает из себя с огромной скоростью да что угодно. Воздушно-топливную смесь, воду, старые гантели. Да, без разницы. Дело в том, что по закону сохранения импульса, если у одного тела появилась скорость в одном направлении, то у другого появится скорость в противоположном. Чем больше скорость вылета, тем лучше. Греки на Олимпийских играх при прыжках в длину бросали назад гантели, чтобы получить перерост в скорости. А реактивные двигатели 20 века используют смесь горючего и окистителя, потому что при сгорании топлива возникает огромное давление и скорость вылета просто колоссальная. Но это, конечно же, не единственный вариант. Можно использовать воду и получить пукающий корабль. Для этого необходима емкость. От нее необходимо отвести трубочки в воду, заполнить все это водой и нагревать. При кипении образовавшийся пар будет выталкивать воду из трубочек с какой-то скоростью. Вот вам и реактивная струя. Затем вода будет затягиваться обратно, так как в емкости будет возникать область пониженного давления. И все будет повторяться. Причем вода выталкивается в одном направлении, а затягивается со всех сторон. Так что обратного хода кораблик давать не будет. Вот и получается такой пульсирующий реактивный двигатель. Поэтому и кораблик пукает. Ну что ж, как видите, даже в современных приборах используются старые, давно известные принципы. И это вполне логично. Ведь наука ищет и фиксирует фундаментальные законы, которые не меняются с течением времени. Да, появляются новые теории, новые изобретения, новые принципы. Но они не противоречат старым. Они их дополняют или объясняют просто с другой стороны. Так что через сотни лет, когда наши прапраправнуки будут летать куда-нибудь к Альфа Центавре, знайте, они будут подчиняться тем же физическим законам, что и мы с вами сейчас. А на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. И спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok